Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим опять об довольно обширной теме, как аккумуляторы. Вообще здесь очень много разных областей, о которых следовало поговорить. Это заряд, разряд, хранение, типа ячеек, производители ячеек, типа производители зарядок, параллельная зарядка, последовательная зарядка и так далее. То есть, ну, на самом деле очень много. Поэтому, я думаю, я распределю это видео на несколько небольших роликов, чтобы каждый мог найти именно тот ролик, который ему нужен, и поговорить именно о чем-то определенном. Давайте поговорим вообще в целом об общем устройстве аккумуляторов. Погнали! Какие ячейки бывают и как они устроены. Я не специалист в этом деле, поэтому я сильно сложных вещей задвигать не буду, да и сам могу немножко ошибаться. Но в целом, мое представление об этом такое. У нас есть две пластины, на которых нанесен материал. Одна из них алюминиевая, другая медная. Это катод и это анод. Катод это минус, анод это плюс. Ну, то есть, отрицательная сторона и положительная сторона. На отрицательной стороне у нас бывают различные материалы. И в основном, в большинстве своих случаев, это соли кобальта, которые нанесены тонкой прослойкой. В то же время, на положительной стороне, в последнее время, я так понимаю, они стали использовать графит, который очень тонким слоем нанесен. И эти два слоя разделены посередине, между ними, тонким слоем электролита. Это сепаратор, который отделяет их друг от друга, в котором находятся ионы лития. Суть заряда и разряда аккумуляторов сводится к тому, что вы эти ионы лития гоняете то в одну сторону, то в другую. Вот и все. Существует несколько стандартных основных типов, которые мы используем для наших с вами целей. Смотрите, основные аккумуляторы, которые мы используем, это литий-полимерные аккумуляторы, в которых электролит, который посередине, он не в виде жидкости или чего-то еще, а в виде геля, такой полимерного вида материала. Использование полимера в таких аккумуляторах в целом делает их более дорогими, но, с другой стороны, она позволяет выжимать чуть большие токи и позволяет их более быстро заряжать. Кроме того, есть, например, вот такие аккумуляторы, которые используются, например, в аппаратурах. Они подписаны как литий-феррум или литий-железо-фосфатные аккумуляторы или литий-феро-фосфатные аккумуляторы. Отличаются они, в принципе, более низкой ценой, большим количеством циклов, которые аккумулятор может прожить, но у них достаточно низкая тока отдача. В целом, они вот 10С, это, наверное, практически максимум из того, что из них можно выжить. По своему строению, они немножко отличаются от литий-полимерных аккумуляторов тем, что здесь у нас, если был кобальт, то здесь у нас не кобальтная, фосфорная соль, феррофосфорная соль, что-то такое. Там, короче, в общем, есть в этой соли, короче, фосфор и железо. Вот так вот. Они немножко обладают лучшими характеристиками в плане безопасности. Они не пожароопасны в целом, но, с другой стороны, они имеют немножко несколько меньшую производительность. Кроме того, есть вот такие вот ячейки, которые я показывал в сборках своих 18650. Например, ячейки есть такие же ячейки, чуть крупнее. Это 2700. Но, в целом, это одни и те же ячейки, просто у них разный корпус. Они тоже очень хороши. Хороши тем, что у них стандартизированные формы. Хорошие всегда характеристики. Вы точно знаете, когда покупаете, что берете. И, в целом, производителей, если вы берете правильные ячейки, у проверенных продавцов всегда есть дата-шит. Они стабильно отдают то, что заявлено. Но, с другой стороны, они имеют гораздо ниже тока отдачу из-за того, что здесь используется обычный пористый сепаратор вместо геля, как вот здесь, где у нас полимер используется. То есть, электролит обычный. И за счет этого у нас не очень высокий ток разряда, не очень высокий ток заряда. Они греются сильнее во время заряда и разряда. И, кроме того, они все в корпуса. Это как железные корпуса, соответственно, они добавляют веса. Да, в целом-то они, конечно, легче. Вот эти ячейки легче, чем литий и полимерные ячейки, но это связано в основном с тем, что они немножко хуже по своим характеристикам. Если вы собираете ячейки 18650, у вас получается, например, аккумулятор 2500 мАч. За тот же вес вы можете собрать, в принципе, аккумулятор литий-полимерный, но две трети емкости, то есть 60-70% емкости. Но вы теряете их не просто так. На самом деле, те ячейки вообще тяжелее. Но за счет того, что они отдают меньше тока, точно от чего зависит именно тока отдачи аккумуляторов, я в интернете не нашел. Если вы разбираете, друзья, напишите, пожалуйста, в этом в комментариях. Прикрутим. Но мне кажется, что это связано с количеством электролитов, которые используются в аккумуляторах. И чем больше электролита между пластинами, тем больше возможна тока отдачи, либо что-то такое. Но я не уверен. Аналогичный поток отдачи и по объему литий-полимерный аккумулятор будет весить меньше, чем литий-ионные аккумуляторы 18650 или другие аналогичные F-аккумуляторы, просто за счет того, что они используют другие ячейки. Они используют ячейки в мягкой оболочке. Ячейки литий-полимерных аккумуляторов в среднем выглядят следующим образом. У нас с вами здесь герметичная оболочка. Обязательно уточнить герметичная. И вот сверху у нас два вывода, которые один из них плюсовой, другой минусовой. Они соединяются с собой каким-то образом, либо последовательно, либо параллельно, и образуют сборки, которые состоят из нескольких таких вот ячеек, соединенных между собой. Поскольку они все соединены между собой, это надо как-то обозначать, чтобы люди понимали, что они покупают. Давайте разберемся, что вот написано на аккумуляторе. Это аккумулятор на 3300 мАч. Кроме того, на всех аккумуляторах, по грамме литий-полимерных, обязательно указывается тока отдачи. Это очень важно. Здесь, например, написано 35C. Это значит, что... Так, давайте сделаем попроще. Вот у нас есть 3300 мАч аккумулятор, и здесь стоит не 35C, а 10C. Это означает, каким максимальным током вы можете раздряжать эту батарею. То есть мы умножаем вот это число на вот это число и получаем максимальное количество в амперах. Но это тоже нужно перевести в амперы. То есть у нас 3,3 А здесь, и здесь, скажем, у нас было бы 10. Это значит, что у нас аккумулятор можно раздряжать током 33 А. В данном случае у нас 3,3 на 35, это приблизительно там сотка. У нас 110-120 А можно было бы разряжать этот аккумулятор постоянно. Ну, знаете, вот здесь надо делать небольшое такое дополнение. Вот это все на самом деле не стандартизировано. Разные производители указывают разные данные. Здесь иногда указывают максимальное значение, которое аккумулятор может выдать коротковременно. Иногда здесь указывают значение, которое аккумулятор может выдавать продолжительно. На мини-коптерах используются более серьезные сборки с большей токодачей. Здесь написано, например, 65C Discharge. Это значит, что вот эту емкость, это 1,5 А, 1500 мАч аккумулятор или 1,5 А, можно выудить отсюда со скоростью 65C. И, по крайней мере, они заявляют, что это в постоянном. Получается, 1,5 умножить на 65, это тоже чуть больше 100 А. Вы можете стабильно выдавать из такого маленького аккумулятора. Но не все так гладко. Про гладкость я расскажу потом. Некоторые аккумуляторы указывают это следующим образом. Они указывают два числа. Вот, например, здесь 3S аккумулятор 65-130C. Что это значит? Что у нас аккумулятор выдает 65C в постоянном токе, при постоянной нагрузке, а 130C он может выдавать пиком. Вообще, такие пиковые нагрузки тоже, опять же, не стандартизированы. Некоторые производители указывают просто от балды какое-либо число. Некоторые пытаются убедить, что этот ток аккумулятор может выдавать на протяжении 5 секунд, 10 секунд и так далее. То есть, короткими выбросами, как, например, на мелких конночных квадрокоптерах, когда вы даете газ в тапку, вы можете выжать гораздо больше. Здесь, например, 2400 умножить на 130 до 300 А с такого маленького пака. Да, что-то около того. Ну, то есть, в принципе, весьма неплохо. Но, да, посмотрите на его состояние. Небольшое дополнение, поскольку я забыл это сказать конкретно в ролике. Поскольку у нас аккумуляторы с большей токой отдачей, имеют немножко другое строение ячейки, сама немножко по-другому работает химия и, соответственно, немножко по-другому сделаны сами ячейки. И вот тут надо поговорить о весе. Давайте сравним какие-нибудь стандартные аккумуляторы типа размера 1500 мАч 4С. Аккумуляторы вот в этом типоразмере весят абсолютно разное количество грамм, в зависимости от того, как они сделаны и насколько они хороши. Есть ячейки обычные, которые вот я раньше пользовался, по-моему, Dino же синие были. Они весили приблизительно 145-150 грамм. Бывают ячейки, которые весят еще меньше, но в сути все заключается в том, что чем больше вы требуете токой отдачи от ячейки, тем тяжелее она становится. Поэтому, если на аккумуляторе стоит 95С или что-то такое, ну, вот маркетинговые цифры сейчас в последнее время пишут, это значит, что аккумулятор должен быть тяжелым. Но если аккумулятор тяжелый, это не всегда означает, что он токой отдачистый. Но все равно есть какое-то соотношение. Если у вас легкий аккумулятор, токой отдачистым он быть не может. Кроме того, в аккумуляторах Dino же клали вот такие вот пластины. Это текстолит, стекло, текстолит, стекло, вдоль ячеек, для того, чтобы защитить их от ударов. Графеновые аккумуляторы Turnage Graphene. Вдоль ячеек здесь, с двух сторон, лежат металлические алюминиевые пластины, которые защищают, опять же, это все нагоняет вес. Аккумуляторы Multistar. Отличные аккумуляторы, но у них сверху есть вот такая небольшая панелька, панелька, которая показывает, насколько они заряжены, тоже весят еще грамм 10 сверху. В зависимости от того, что они использовали для сборки, аккумуляторов тоже может менять вес ячейки. Но в целом следует обращать внимание, что если ячейка легкая, слишком легкая, значит там нет заявленной тока отдачи. Поэтому, если хотите купить какие-нибудь NoName аккумуляторы, посмотрите на их вес. Если там слишком низкий вес, скорее всего, они не сосредствуют заявленным характеристикам. Также на всех аккумуляторах указываются 4S, или 3S они, или 2S они. S означает, сколько там банок. В основном они пишут вот таким образом, где производитель, по идее, должен ставить точку. Это у нас 4S аккумулятор, здесь должна быть точка вот здесь. На некоторых аккумуляторах пишется напряжение. То есть, вот здесь, например, 11,4 Вольт. Это High Voltage аккумулятор, поэтому здесь чуть выше стандарта. Стандартное напряжение для таких аккумуляторов было бы 3,7 на банку. На 3 умножить это 11,1 Вольт. В то же время некоторые производители пишут вообще, немножко иначе, 3S1P. Это значит, что у нас 3 банки в серии, то есть, последовательно соединены, и это все за одна параллель. Итак, последовательное или параллельное соединение аккумуляторов, что это конкретно дает? Сделаем вид, что это просто обычные ячейки. Мы их ставим параллельно друг за дружкой, вот таким образом. То есть, у них все плюсы соединены, все минусы соединены и выведены в одну сторону. Это значит, что у них напряжение остается такое же. Растет емкость, поскольку вы их просто ставите друг рядом с дружкой. И получается, что у них каждый раз, когда вы добавляете ячейку, у них прибавляется емкость настолько, сколько у нас объем одной ячейки. При этом ток общий растет, поскольку у вас становится больше объем самого аккумулятора. Но поскольку токоотдача у нас измеряется в, скажем так, кратности емкости аккумулятора, то токоотдача, если у нас была 10С, то она так и остается 10С. Но учитывая то, что изначально у нас была аккумулятор, например, 1000 мАч, а стало 3000 мАч, то у нас емкость возросла в 3 раза. Соответственно, итог, выдаваемый аккумулятором, вырос в 3 раза, но токоотдача при этом не изменилась. Если мы их поставим друг за дружкой, вот так, здесь плюс на минус, плюс на минус и так далее, они повышают напряжение. То есть, добавляя каждый раз ячейку, вы будете повышать напряжение, кратно это напряжение одной ячейки. Ставя 3 ячейки подряд, то есть последовательное соединение, серийное соединение, у нас растет напряжение. Каждый раз на 3,7 В приблизительно, да. И если у нас 3 ячейки подряд, получается у нас напряжение 3,7 умножить на 3, 11,1 В. При этом у нас ток выдаваемого аккумулятора не изменяется, емкость не изменяется, но растет мощность, поскольку мощность это у нас напряжение на силу тока. Сила тока у нас ставится такой же, но напряжение вырастает в 3 раза, у нас повышается в 3 раза мощность всей этой сборки. Таким образом, мы можем достичь необходимого нам напряжения, складывая последовательные ячейки. Поэтому у нас делаются ячейки 4С, 5С, 6С и так далее. Складывая таким вот образом подряд друг за дружкой ячейки, у нас выходят разные напряжения, которые нам необходимы. Современный стандарт для мелких квадрокоптеров это 4С, для более крупных квадрокоптеров 4-6С, для больших диеталетов, например, 8С и так далее. Кроме того, например, люди собирают вот такие паки, как я себе собрал. Сборку аналогичного аккумулятора я уже показывал на канале из 18650, но суть в том, что здесь у нас 4С2П аккумулятора. Что это значит? Что у нас 4 ячейки подряд идут, они соединены, но таких параллелей у нас 2. То есть у нас получается и напряжение поднялось за счет 4 ячейок подряд, и вместо 3,7 В стало 14,8. И за счет того, что мы их соединили 2 банки в параллель, тут одна банка, здесь вторая банка, и таких 2 ряда идут. За счет этого мы получаем двойной объем. И вместо одной объема одной ячейки у нас здесь получается двойной объем ячейки и очень высокое напряжение. Таким образом можно собирать любое количество ячейок вместе, компоновать их последовательно, параллельно, и получается у нас различные аккумуляторы. С различной емкостью, с различным напряжением. От чего зависит только отдача? Она зависит, конечно, от химии, которая происходит внутри, но... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова